Не один десяток лет вводятся и отменяются различные виды школьной формы. В советское время была единая форма, обязательная по всей стране. Затем с развалом Союза ее отменили, но о ее введении поднимался вопрос неоднократно. Ее сторонники говорят, что она объединяет, стимулирует чувство общности. Сегодня каждая школа может устанавливать свои требования к форме учеников. Пошив и реализация школьной формы опять становится прибыльным бизнесом, быстро окупаемым и имеющим высокую рентабельность. Покупают форму раз в год. Цена базового комплекта включает пиджак, жилеты, брюки для мальчиков, а также сарафан и пиджак для девочек. Средняя цена их 50 долларов. Для открытия швейной фабрики, производящей школьную форму, потребуется небольшой капитал. Для размещения оборудования потребуется просторное, проветриваемое и отапливаемое помещение. В перечень оборудования входят промышленные швейные машины и оверлоки, утюги и манекены. Успех предприятия зависит от качества, цены продукции и связи предпринимателя. На открытие небольшой фабрики с производительностью до 200 изделий в сутки потребуется до 10 тысяч долларов. Не следует охватывать все, достаточно сосредоточиться на пошиве школьной формы, чтобы не тратиться на дополнительное оборудование. Оборудование – самая большая статья расхода. Стоимость комплекта – 1000 долларов. Окупится оборудование быстро. Для швейного производства нужны большие площади. Их аренда обойдется в 6 долларов за метр квадратный в месяц. Сумма зависит от региона и размещение производства. Для размещения оборудования и швейного производства необходимо от 400 квадратных метров. Кроме этого, нужны комнаты отдыха, подсобные и складские помещения. Окупится среднее швейное предприятие по пошиву школьной формы за полтора года. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.